Далее об этом и не только подробнее. Об экономике, зарплатах, ценах. В рамках рабочей недели в округе депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь провел прямую телефонную линию с жителями района. Вопросы поступали разные. Благоустройство дворов и дорог, ремонт жилфонда, пенсии. В топе жалобы на холодные батареи в квартирах. Кроме житейских, еще и важный вопрос, волнующий наше общество – Конституция. Как ее менять и зачем? Собственно, этим заняты сейчас в парламенте. Депутаты проводят выездные приемы, изучают вопросы. Люди разных возрастов, они неравнодушны к тому, что сейчас происходит. Они вносят свои предложения о внесении изменений в новую Конституцию. И я хочу сказать, что это разумное предложение. Вот определили мы такую дату, 25 число. Ну, это когда-то виртуально для того, чтобы собрать вопросы, которые есть. Но вот эти вопросы в парламенте мы будем обсуждать. Это наше будущее, с чем мы будем жить дальше. Надо проводить медийные площадки. Это надо встречаться с трудными коллективами, встречаться с людьми, встречаться с разными сторонами, которые есть. И с протестным настроением. И те, кто выступает за нынешнюю власть. Не надо стесняться с ними разговаривать. Надо идти на контакт, на разумный контакт. Еще один вопрос, который поступил на горячую линию, это ценообразование на социально значимые товары. В списке продукты, которые пользуются повышенным спросом, чтобы исключить спекуляции. Регулирование цен было введено в апреле на три месяца. Затем его продлили до конца года. К мониторингу цен подключаются парламентарии. Я хотел бы сказать, что все-таки как руководителям магазина обратиться через ваш канал, что не шутите с этим. Держите цены в рамках закона. Не надо необоснованно завышивать цены на различные виды товаров. Разговор с горожанами продолжился более часа. Всего к депутату поступило порядка 10 вопросов.